И самой большой наградой будет наш уютный год, где соберутся все друзья. Друзей у первого детского дома всегда было много, не стало меньше и сейчас. А вот формы дружеской помощи становятся более разумными и полезными для воспитанников. Появилось много совместных проектов с различными организациями. Это и репетиторство, и патронат, и профориентация. После всего увиденного, вот это вот обычно употребляемое слово, детский дом, с некими такими оттенками сухости, формальности, вот мне хочется вот это учреждение как-то назвать по-другому. В этом году гостей в фойе встречала фотовыставка. Не просто отчеты о культурно-спортивных достижениях воспитанников. Это были семейные портреты детей со своими братьями и сестрами. Проект «Семейный альбом» придуман нашей телекомпанией. Мы говорили с ребятами о семейных ценностях и фотографировали их со своими родными. Одно дело, когда мы говорим о семейных ценностях, о маленькой семье, которая у тебя есть, да, твой брат или сестра. И другое дело, когда подключаются еще другие силы, ресурсы, которые говорят то же самое. Они другие, и такое впечатление, что для них что-то другое открылось. После съемок проекта на двоих детей родственники оформили опеку. Теперь они чаще бывают в кругу семьи. А мы вручили нашим героям их первые семейные альбомы. Самое главное в жизни – это семья. А семья практически у каждого из этих ребят есть. Это их братья и сестры, которые живут кто-то далеко, кто-то близко. Но они есть. И именно, наверное, вот это ощущение и помогало все эти, куда им держаться, переживать какие-то вещи. Сейчас в Центре помощи детям готовится к родительскому дню. Мероприятие, которое также должно стать традиционным. Инесса Панченко, Дмитрий Мешканцов. События.